Товарищи, вашему вниманию предлагается доклад на тему взаимосвязи времени и пространства с видами взаимодействия. Я надеюсь, все знают, что физике общеизвестно всем многообразие явлений природы обусловлено четырьмя типами фундаментальных взаимодействий. Сильным, электромагнитным, слабым, гравитационным. Но до сих пор их проблемы объединения окончательно не решены. Акимов и Шипов, надеюсь, вы их знаете, в своем исследовании объединили эти четыре вида взаимодействия на уровне вакуума, включив в него торсионные слабые поля. В частности, он пишет, что была реализована программа геометризации Клиффорда Эйнштейна-Картана, позволившая наряду с объединением электромагнитизма с сильных и гравитационных взаимодействий осуществить объединение, включающее еще и поля кручения. Торсионные поля, то есть поля, порождаемые классическим спином. К сожалению, Акимов и Шипов утверждают, что физическим носителем вакуума торсионного поля является спин, недостаточно раскрыли его физический смысл, не показали его связи и взаимопровощения. Александров, исследуя взаимодействие частиц, более глубоко раскрыл физический смысл спина. В частности, он писал, что импульсы волн изменяют импульсы частиц. На бозоны и фермионы частицы делят спин. Он также писал, что корпускулярным способом микромир способен только воспроизводить себя. Прогресс микромира, переход от распада к интеграции – это рождение макромира. Я потом это покажу на генодреве. Спин тем самым из квантового свойства микрообъектов обращается в условия обменного взаимодействия. И как следствие, формирование стояния структуры материи в целостности вещества микро- и макромира. Генодрева, философия троединенного синтеза, основанная на двойственности направлений развития. Позднее я уточню это. То есть идет направление развития перпендикулярно в одном направлении – вертикальном тезис-антитезис, а в горизонтальном – синтез-анализ. Признавая трассионные поля, развивая идеи эти, позволяю создать структурную модель единства поля и материи в процессах эволюции и инволюции непроявленного квантового и проявленного макромира. Это теория универсальная не только для окружающего мира, но и общества. И она, так сказать, исходит из нелинейного табличного метода, а структурно-логического метода Генодрева. Сейчас мы с ним немножко ознакомимся. Структура процессов развития Генодрева, вот здесь показано, развитие идет по горизонтали, единство множество или простое, сложное, и по вертикали – материя, дух, материальное, духовное. Структура процессов развития Генодрева определяется содержанием логики системы противоречий. Я уже повторяю, по горизонтали – простое и сложное, а по вертикали идет логика. Тезис-антитезис, то есть я-не-я. В частности, вот здесь вот я, здесь не я. Значит, я – поле, допустим, а не я – материя. Далее, идет на втором уровне. Значит, я-я. От я идет я-не-я. От не-я идет не-я к я. И здесь вот не я-не-я, то есть логика двойственности, дуальная логика, которая, так сказать, практически, вот она здесь показана, практически она дана нам структурой китайской двоичной системы Эдзин. Кстати, она довольно сложна для понимания, особенно, так сказать, материалистов, которые привыкли к линейно-табличному способу восприятия окружающего мира. Процесс дилетического развития, значит, идет, повторяю, по горизонтали. По фритикали, значит, это будет у нас тезис «волновые свойства материи», а антитезис – это корпускулярное свойство материи. То есть, нами в начало генодрева положена структура спина. Далее, развитие. Идет уже двойственное. Тезис разделяется на новый тезис-антитезис, антитезис на новый тезис-антитезис. Это принцип структуры. В итоге образуется прогрессия 1, 2, 4, 8 и так далее. Значит, для каждой, при решении каждой проблемы, необходимо строить свою систему противоречий, я уточняю. Свою систему противоречий. Ну, из китайского Эдзина могу сказать пару моментов. Значит, структура Эдзина – это двоичное дерево комбинаторной диалектики древних. Одно – это единое. Далее, это Ян – одна черта, а Ин – это две черты. На следующем уровне они сверху накладываются черта с плюсом, а здесь с минусом, а здесь наоборот. Таким образом, из двух монограмм получается четыре диаграммы. Структура генодрева в какой-то мере отличается от китайского Эдзина в том, что здесь вот ось симметрии и выше оси только плюсовые значения. Они же минусовые. И еще одна особенность, что эта структура соответствует древнему кресту древних. Если кто знаком, то что крест – это вертикальный крест, это духовное, а горизонтальный – это материальный процесс развития. Так понимали развитие древнее. А сегодня наука понимает развитие эволюции только по горизонтали, от простого к сложному. То есть процесса развития духовного нету. И у нас мир находится, так сказать, в глобальном кризисе. Здесь я хотел пару слов сказать, что существуют тонкие поля, признанные сегодня. Сегодня существует трассионометрия. И Шкатов изобрел прибор, которым описана конструкция датчика трассионных полей. Это я так сказал, для ознакомления. Эволюция материи. Вот показано генодревом, где процесс развития большого взрыва – это, собственно, процесс развития небольшой взрыв, а он показан как процесс развития. Я не хочу вникать в эти физические подробности. Я рассматриваю процесс развития дальнейшего. Эволюция материи начинается с вакуума, спин которого – принцип единства тезиса-антитезиса или диполь плюс-минус. Далее процесс развития продолжается раздвоением и образованием категорий развития уже видимого мира. Вот этот процесс – это невидимый квантовый мир. А далее уже получается процесс развития видимого, проявленного мира. Причем высшие оси – это духовный мир, а нижние оси – это материальный мир. И отсюда ложатся древние, так сказать, стихии. Кристаллы, растения, животные, человек. Этот процесс развития соответствует древнему знанию. Ну, я не хочу дальше рассматривать, потому что времени хватит. Поэтому хотелось бы сказать еще такие особенности. Логика геннодрева позволяет единству противоположностей взаимодействовать по вертикали, поле частицей, и по горизонтали, по различным уровням глубины познания системы противоположностей. Эта система противоположностей, я уже говорил, 1, 2, 4, 8 может продолжаться в принципе до бесконечности. У китайцев она останавливается на седьмом уровне, 64 элемента. Я уже говорил, что вакуум спин показывал, что не проявлены квантомеры, возможная темная материя, первичное единство у китайцев – это тайзи. Видимо, в особых условиях раздвоением, изменчивостью целого образуют первоэлементы поля частиц материи. Далее излучение поля или сознания через энергию движения разделяет единицы на время и пространство. Можно сказать, что время – это тезис полевые свойства сознания, а пространство – антитезис материальные свойства поля. В итоге движение, я понимаю, как форму взаимодействия, изменения обратимости частиц. При этом при эволюции частицы материи превращаются в поле, а при эволюции, значит, эволюция идет вверх, частицы материи, значит, здесь вот, превращаются в поле, а вниз при эволюции, поле превращается в частицы, в данном случае вот в кристаллы. Я уже показывал, как идет развитие. Исследователь Александрова подтверждает наши выводы. То есть то, что о взаимопровращении материи и поля. Он пишет, что изменения одной стороны служат причине изменения другой. Это обуславливает рождение полем вещества и веществом поля. И излучение, как переход вещества в поле, определяет закономерности возникновения систем. Тем самым эволюция материи приобретает направленность. Из микромира рождается макромир, из хаоса парианок. Я уже вам показывал на генодреве по горизонтали микро-макро-мир. Это единое многое или синтез-анализ, или простое и сложное по горизонтали генодрева. Сознание и материя – две предположенности вертикального развития. Дух в поле сознания и материя едины философски, но различны физически. Разница между различными явлениями, веществами материи и духом полем состоит в уровне вибрации, частоты колебаний. Многие ученые это сегодня подтверждают. Древние философы считали, что дух и материя взаимобратимы. И Найадхан писал, что когда колебания духа становятся более интенсивными, он обращается в материю. А когда колебания материи становятся неуловимыми, она обращается в дух. Современная физика, в частности, подтверждает верность и глубину древних знаний. На генадреве, я рисунок могу привести этот позже, у меня есть там приложение, если будет время. Время, пространство, энергия и движение – это четыре элемента. Это структурно взаимосвязанные формы существования единой сущности, материи и сознания, которые не способны на отдельное бытие. Поэтому мной даны такие определения. Время – это энергия движения материи и сознания в пространстве. А пространство – это мера движения энергии, материи и сознания во время. То есть это структурное определение. Материя – форма движения энергии. В отличие от многих физиков, отказавшихся от принципа непрерывности в пользу дискретности, это своего рода тезис-антитезис, мы на генадреве исходили из их единства. Время, то есть поле – тезис непрерывно, а пространство – материя, антитезис – прерывно, дискретно. На втором уровне этого же генадрева, если ее продлить дальше, то можно что получать? Первый элемент от тезиса «прерывность» превращается в новую прерывность – частицы материи, то есть дискретность движения частиц материи, что подтверждается треками-векторами воздействия частиц на графике экрана, осциллографа. Далее, прерывность в сторону непрерывности – материя поля. Энергия материи превращается в излучение, в поле. Далее, поле материя – излучение поля превращается в форму материи, иначе это, можно сказать, пространство или непрерывная прерывность – форма единства поля материи. Далее, четвертый элемент – поле-поле. Рост частоты излучения поля, непрерывность, энергия торсионного поля, сознание, образующее время. В свою очередь, непрерывно-прерывное пространство обладает двумя структурами. Волновой внутренней и корпуссколярный внешней. Со стороны поля его можно охаризовать как обладание сочной бесконечности и конечности, а внутренней открытостью и замкнутостью. Это на Геннадрееве показано. В пространстве можно дать такое структурное определение. Философская категория, обозначающая двуединственные структуры, внутренней и внешней, обладающие волновыми и корпусскулярными свойствами единой, изменяющейся реальность и сознание материи, в которой раскрывается противоречивое качество развития внешнего бесконечности и конечности, внутреннего открытости и замкнутости. Ну если бесконечности пространства соответствуют трассионные поля, конечности электромагнитные, открытости, гравитационные, замкнутости, внутриядерные. Таким образом можно сказать, что Вселенная это бесконечное во времени и конечное в пространстве круговорот энергии материи, которая может быть невидимой и видимой. Диана Андреева с двойственным восприятием дуальным сознанием человека показывает не только структурное единство, настоящее, будущее, прошлое, но и возможность изменения. Значит, на втором уровне прошлое в прошлом, четыре элемента, прошлое в настоящем, будущее в настоящем, будущее в будущем. Это отдельный рисунок. У меня там есть, кто желает, могу показать. Заречный, подтверждая наш принцип, горизонтальный, единый, многое, пишет физик Заречный. Основной кванта и дуализм, это не дуализм, волна, частица по вертикали, а локальность, нелокальность по горизонтали. Мы считаем, что изначально присущее окружающему миру нелокальное состояние, состояние целостности и взаимосвязи всего со всем, это горизонтальный принцип, это более важная часть процесса развития, должна быть сохранена и в познании. Поэтому можно сказать, что в философии и идеологии либерализм с его приоритетами, плюрализм и материализмом, и марксизм с основным противоречием дух материи, перевернутым с ног и на голову, можно считать относительно ложными направлениями в теории познания. Ну и последнее, я тут не хватает времени сказать, что целостное в познании развития аксиома целостности должна быть принята везде в науке, но в частности многие ученые начинают процесс развития с диады, триады, тетрады и так далее. Ну и замечания по математике, исследуя в книгу Пенроуза, там он поднимает математику, я считаю, что Моисеев прав, когда говорит, что свобода математических построений означает свободу физических интерпретаций. И последний вывод, мы считаем, что использование абстрактной математики, а дилектического, структурно-логического метода Геннадрева, синтезирующего познание развития не только по вертикали, но и по горизонтали, решение всех поставленных выше проблем и путь выхода физики и философии из кризиса. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Структуру его. Ну, я, я этот процесс, хорошо, хорошо, я могу сказать, я не Акимов и не Шипов, я только читал то, что они достигли и считаю, что частота, повышение частоты излучения, это есть переход к трассионным полям. Нет, вы говорите о трассионном поле, нарисуйте его. Если вы не можете нарисовать, значит не существует. Ну, почему? Не все можно нарисовать. Все можно нарисовать. Умозрительно. Я могу нарисовать трассионное поле, это надо исследование проводить. Мы оставляем этот вопрос на круглый стол. Вы сказали, вы определили время через пространство, а пространство определили через время, идем про идем. Такое определение формальной логикой запрещено. Нельзя такое определить. Я вас понял, но я считаю, что формальная логика это ложное познание. И у меня диалектическая логика противоречий, системы противоречий. Вот в чем дело. Извините. Тоже реплика. Дело в том, что, в отличие от многих, у меня мои друзья из одного института попросили сделать анализ его книжки. Я бы хотел привести только один пример, как раз тот, о котором сейчас говорили. И, собственно говоря, сдать этот анализ автору, чтобы он мог с ним познакомиться. И, если кто-то желает, то, в принципе, я вам дать электронный вариант этого анализа. Чтобы могли тоже получать. Ну, я с удовольствием возьму, если дадите материалы. Так, пожалуйста, вопрос. Если можно, здесь задавался свой микрофон, пожалуйста. Одну минутку, одну минуточку. Дайте закончить, одну минутку. Спасибо. Здесь задавался... А, извините, я не знал. Движение – философская категория. Да? Движение – пространство, энергия, изменяющаяся во времени. Так? Я пишу, что очень жаль, что если время, энергия, пространство и воск, и неровка, то движение не может быть выражено через энергию, изменяющуюся во времени. Если использовать выше данное определение времени, то смысл определения движения заключается в том, что движение – это время, изменяющееся во времени. Спасибо. Этот вопрос актуален, требует обсуждения. Вы передергиваете здесь, передергиваете, извините. Пожалуйста, вопрос. Я так не говорил. Пожалуйста. Я хотел реплику на вопрос о том, скажите, что такое торсионное поле. Его определение такое же, как в физике принято для всех остальных полей, с учетом его специфики. А именно, торсионное поле, физическая среда, в каждой точке которого на тело, имеющее свободную ось, испытывает приращение импульса и момента количества импульса. Вот и все. Ну, это Ушипова, да. Так, прошу вас. Ваши физики, как определена энтропия? Не понял. Как определена энтропия? Энтропия. А пошло. Определение энтропии. Ну, я здесь не касался энтропии в докладе. А если сказать шире, раньше в книге, я, кажется, приводил энтропию, это, значит, я так понимаю, что это, она должна, сознание, два элемента, поле, то есть сознание, эта энтропия как бы уменьшается. А в материальном мире энтропия увеличивается. Поэтому идет компенсация, и где-то около нуля получается в итоге, я так понимаю. Другой вопрос. Что такое? Ну, это... Мы не будем... Каждый сам понимает. Об этом говорить. Да, и это не по теме немножко. Так, расслабая взаимописи. По первому кругу прошли вопросы? Есть у кого-то еще? Еще? Еще расслабая взаимописи. Подождите, подождите. Я по поводу энтропии. Дело в том, что мне придется делать доклад, поэтому я хочу уточнить здесь вот что. Энтропии бывает много. Энтропия бывает информационная, бывает термодинамическая, бывает даже энтропия, слово. Даже это завороз ресниц во внутрь века. И это энтропия. Поэтому очень важно, когда докладчик говорит, что он имеет в виду под словом энтропия. Я в докладе слово энтропии не употреблял. Сейчас. Сейчас вы говорите слово. Ну понятно.